Добрый день, дорогие друзья! Желаю вам всего самого наилучшего! Поздравляю вас с наступившими выходными! Кто-то сейчас смотрит этот ролик, слушает в процессе поездки на дачу. Друзья, отдыхайте, набирайтесь сил, кушайте ягодку-малинку, нежьтесь на солнышке, высыпайтесь. Пусть у вас все будет хорошо, и если вы занимаетесь ремонтом, Бог вам в помощь, друзья! Что за новшества, что за победа случилась в Москве? Наконец-то, друзья, в Москве начали снимать ограничения. Мы об этом говорили почти неделю назад. О том, что Собянин бросил первый намек, мы сделали из этого далеко идущие выводы, которые оказались совершенно верными. Вслед за Москвой ограничения начнет снимать вся остальная страна. Так у нас принято, так у нас заведено. В первую очередь, это касается наиболее протестных регионов. А наиболее протестные регионы это у нас что? Это у нас, конечно же, Москва, конечно же, Питер, конечно же, дальневосточные столицы Владивосток-Хабаровск. Это такие регионы, как Свердловская область, Екатеринбург, где как раз сейчас одно из самых масштабных и нашумевших противостояний проходят царские дни. Крестный ход очень большой, о котором мы говорим уже несколько дней подряд, он все-таки состоялся. И люди там собрались в количестве нескольких тысяч человек, несмотря на все призывы властей и ограничения и так далее. Чтобы в конец с властями не рассориться, митрополит призвал прихожан все-таки смириться немножечко и надеть масочки. Но сам факт проведения этого мероприятия, вопреки запретам властей, очень показателен. Будем следить, как будет развиваться событие событий. Куда поведет развитие событий. Итак, последние новости. С понедельника в столице откроют фудкорты и ночные клубы. В Москве и Подмосковье отменят систему QR-кодов. Около 400 москвичей, вот эта интересная цифра, уже успели сделать временные татуировки с QR-кодами. Те самые, которые те же верующие люди считают печатью Антихриста, считают какой-то апокалиптической, жуткой, страшной вещью, которые взбудоражили все общество. 400 человек пошли быстренько и сделали себе такие штуки. Я уж не знаю почему. Может быть для хайпа. Может быть потому, что об этом все говорят. Вполне возможно, что сделало это как раз подрастающее поколение. Даже язык не поворачивается назвать их молодежью. Люди, для которых главное в жизни это именно хайп. Очень странно, очень странно. Неделю назад Собянин заявлял, что если предприятия общественной сферы не привьют 60% сотрудников к 15 июля, он рассматривает введение локдауна в столице. Что же такого произошло за неделю? Мы знаем, что 60% Москва не привила. Ни о каких жестких закрытиях предприятий речи не ведется. К тому же мы понимаем, что значительная доля тех, кто имеет на руках справку о вакцинации, на самом деле достал ее не совсем легальными способами, потому что здоровье дороже. Люди не доверяют этим вакцинам, поэтому они вынуждены выкручиваться определенным образом. Поэтому реально уровень вакцинации в той же Москве достаточно низок. А теперь поговорим о том, что за всем этим стоит, за всей этой победой. Во-первых, самая главная генеральная линия, которую нужно обсуждать, если вдруг вы будете общаться с вашими друзьями, коллегами, родственниками. Поймите и напомните всем, что если Единая Россия на выборах побеждает, уверяется в том, что все у них прекрасно, и у них есть такой, якобы есть большой кредит доверия, переводим на русский язык, можно делать что угодно. У нас уже назначено 19 сентября выборы, 20 сентября начинаем прививать подростков, школьников. Дальше. Нужно будет ревакцинировать народ. Уже сейчас пошла информация о том, что следующий заход на массовую вакцинацию будет обозначен цифрой 100%. Не 60%, а 100%. Просто задумайтесь над этой цифрой. Вы понимаете, что это значит? Если в эту волну пандемии можно каким-то образом рассчитывать, что другие привьются, а я отсижусь, то в следующий раз уже сейчас есть эта информация. В следующий раз они будут требовать прививку со 100% населения. Дальше читаем. Осталось еще губернатору Кубани Краснодарского края Кондратьеву разъяснить, что он вошел в неправовое пространство с принудительной вакцинацией туристов с августа. Думаю, вопрос пары дней, пишет около кремлевский политолог Марат Баширов. Да, как я уже сказал, вслед за Москвой, скорее всего, вся остальная страна тоже будет облегчать все эти коронавирусные ограничения. В чем причина? А у них на прошедшей неделе вышла статистика, обновленная еженедельная статистика рейтинга партий. И Единая Россия с треском теряет всех своих сторонников, все свои позиции. Вот то, о чем мы должны напоминать друг другу. Единая Россия – это постоянная угроза для всех нас. Они принимают решения, они принимают планы, стратегии, несмотря ни на законы, ни на конституцию. Я могу просто. Вот это позиция у нас. У нас полная примат и доминация исполнительной власти. Какие там законы напишет Госдума, это даже не суть важно. Важно то, что мэры, губернаторы, правительство, президент могут на эти законы даже внимания не обращать. Суды по звонку из администрации президента и от того же мэра, от губернатора могут принять такое решение, что глаза на лоб вылезут. И это норма для современной России. Вот смотрите. В официальном инстаграм-аккаунте Государственной Думы происходит такая классная переписка. Человек пишет. Сами их делать не хотите, прививки, а нас принуждаете? Нет. И детей не дам своих. А официальный аккаунт Госдумы отвечает. На 9 марта прививку от коронавирусной инфекции сделали 22% от общего числа депутатов Госдумы. На тот момент вакцинация не была масштабной. Это было 9 марта. Первый вопрос. Почему у вас сейчас в середине лета есть данные о вакцинации депутатов только на 9 марта? Вам на это пофиг. Вот сотрудников кафе, ресторанов, учителей, врачей вы требуете привить на 60%, а Госдума привилась на 22% и вам наплевать. Значит, простые люди у вас на контроле, а депутаты сами по себе как угодно. Очень интересно. Другой человек пишет. Судя по тому количеству людей, что лежит в больницах после вакцинации, то и вакцины не защитит, а может и навредит. 50 на 50. Кто азартный, тот вакцинируется. Официальный аккаунт Госдумы отвечает. Где вы берете данные о том, сколько в больницах людей после вакцинации? Вопрос правильный. У нас нет этих данных. Аккаунт Госдумы, а вы не можете объяснить? А почему у нас нет этих данных? Почему правительство не может собрать статистику и опубликовать? Вот такой-то процент людей у нас попадает в больницу с тяжелыми осложнениями от коронавируса даже после вакцинации. Простите, это важная статистика. Она общество беспокоит. Но эту статистику от нас, ну я не буду говорить, что ее от нас скрывают. Ее просто нет. Ее специально, наверное, не собирают. А то вдруг люди что-то не то думать начнут, не так как-то к вакцинации отнесутся. В то же время все вот эти вот отмены коронавирусных ограничений в городе Москве проходят в тот же день, когда Минздрав заявил, мурашка заявил о росте числа пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. То есть да, у нас третья волна, у нас все болеют, несмотря на кампанию по вакцинации. Кстати, а может быть в этом и есть причина. В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, как раз посвященной теме прививок, есть такой пункт, страны должны очень внимательно обдумывать целесообразность вакцинации в период вспышки инфекционных заболеваний, потому что это может привести к еще большему усугублению ситуации. Вот у нас сейчас как раз вспышка заболеваемости, и у нас сейчас и развернули массовую вакцинацию. Это, мягко говоря, противоречит тем же нормам ВОЗа, но обсуждать мы это в деталях не будем, а то меня опять заблокируют. Прививочный, вот низ Игорь, около Кремлевской, абсолютно Кремлевский телеграм-канал, связанный с администрацией президента, в тот же день, когда вечером мы узнали о том, что снимаются самые нашумевшие громкие ограничения в Москве, в первой половине дня он публиковал серию постов, кусочков информации именно по теме того, что у нас происходит. Короче говоря, противоположное мнение, что нам нельзя снимать ограничения, нужно гайки закручивать и так далее. Вот читаю вам пост. «Прививочные пункты в Москве готовят к расширению плана иммунизации населения до 100% к сентябрю». То есть, видите, да, та информация, которую я вам зачитал, это от низ Игоря, близкого к администрации президента канала. По словам источника, последствия масштабной вакцинации в столице оцениваются на хорошо. Протестные риски, вот важно для нас, как для оппозиционеров, протестные риски оказались ниже ожидаемого. И в кабинетах не видят помех расширению практики на новой категории населения. Новые категории населения, не только те, кто работает с людьми, не только те, кто постоянно там еду готовит или разносит в кафешках и ресторанчиках. Это была проба. Мы сейчас продолжим дальше читать, но главная мысль, которую я хочу до вас донести. Сейчас, перед выборами, они коронавирусные ограничения начнут снимать. Но все, что мы видели, это была только проба пера. Они смотрели, где и какие будут протесты. Я надеюсь, что они просчитались. И сейчас протестов не было. Во-первых, запретано о митинге и акции протеста. Во-вторых, потому что люди разъехались по дачам и по отпускам и просто вообще морально от всего этого устали. Ну и в-третьих, тот митинг, который КПРФ провела, который собрал всего там меньше тысячи человек в центре Москвы, даже там было больше дюжины задержаний. По-моему, там около 15 или 20 человек было задержано сколько? Три недели назад. В Новопушкинском сквере. То есть власть сделала все, чтобы протесты загасить. Понятно, что если собирается небольшое число людей, на них натравливают силовиков, даже несмотря на то, что это был абсолютно легальный, абсолютно законный формат встречи, встречи с депутатами, конечно, у людей падает мотивация. Но когда они возьмутся за детей, и будет это происходить не летом, а осенью, когда все люди вернулись, сезон богатого урожая закончился, и цены в магазинах начали расти, а еще не поймешь, что происходит с курсом рубля, все эти факторы приведут к тому, что у нас могут вспыхнуть колоссальные протесты. Я надеюсь, что чиновники здорово заблуждаются по тем событиям, которые нас ожидают. То, что сейчас было, это была тренировка. Осенью начнется по полной программе. Гораздо большее число категорий населения, начиная от детей и подростков, гораздо больше сфер деятельности, гораздо жестче ограничительные меры и так далее, и так далее. Готовьте, если ядро побеждает, мы это все увидим воочию. К 15 июля, это прокремлевское мнение, дальше читаем, план по вакцинации в Москве выполнен и перевыполнен. Видите, все у них получилось. Прививку от ковид в столице сделали. 66% учителей, 70% врачей, 76% работников социальных учреждений и 83% госслужащих. У меня есть такие основания предполагать, что госслужащие в основном сделали не прививку, а сделали себе сертификат. Вы понимаете, о чем я? А вот то, что из врачей только 70% сделали себе прививку, вам не кажется, друзья, что тут чем-то не тем попахивает? Особенно учитывая, что врачи-то между собой дружат, общаются, связи есть. Возможность сделать себе вакцину, не делая себе вакцину еще выше. И из врачей только 70% сделали себе прививку. Ребята, пахнет жареным. То, какие учителя в Москве терпеливые, я не удивлен. Специально для того, чтобы учителя были сговорчивые, для них сделали очень хорошие зарплаты. Я напомню, что до увольнения из школы я получал зарплату, в зависимости от месяца, от 80 до 120 тысяч рублей. То есть, московские учителя, они прям властью обогреты. И, наверное, держатся за места и, наверное, пошли вакцинироваться. При этом я снимал ролик о том, что после вакцинации, известно, несколько учителей скончались, как раз именно в Москве. Ну, посмотрим, посмотрим, к чему все это приведет. В дальнейшем, вот, как бы, с одной стороны, Собянин отменяет QR-коды, и в это же время Минздрав говорит, это не потому, что мы что-то не так сделали. Наоборот, у нас полный успех. Дальше читаю следующий абзац. Просто вдумайтесь. Это околокремлевский канал. Студенты и школьники на данный момент обозначены как наименее иммунизированные категории граждан. По данным Департамента здравоохранения, с начала вакцинации из 120 столичных вузов привилось всего 3000 студентов. Школьники вакцинации и вовсе не затрагивались. Ну, так правильно. У вас даже нет вакцины, одобренной для применения для школьников. Второй вопрос. История с алыми парусами. Нужна ли школьникам вакцинация? Вообще большой вопрос. Дальше. Что такое иммунизация? Это не только вакцинация. Иммунизация это в том числе те, кто переболели. Так у школьников низкая иммунизация еще и потому, что они почти не болеют. Я не скажу совсем не болеют, я скажу почти не болеют. Вы уверены, что школьникам нужно ставить прививки? Может быть это естественная ситуация, что они почти не иммунизированы? Какая-то очень странная фразочка, которая говорит только об одном. Мы их вакцинировать будем. По оценкам экспертов, пропуск коммунизации детей и подростков может привести к росту заболеваемости в начале учебного года в Москве и в конце семестра в регионах. И хотя влияние новых штаммов на детей пока еще остается дискуссионным, они по-прежнему могут скрыто переносить вирус, что даже при отсутствии явных симптомов создает риск для непривитых из-за медицинских противопоказаний граждан. Ага. Короче говоря, дети во всем виноваты. Они будут заражать тех, кто вакцинироваться не может, поэтому надо их привить. Ребята, готовьтесь. Просто готовьтесь. Если ядро побеждает, вот вам конкретно зачитываю планы Кремля из телеграм-канала Низ Игорь. Можете, если не верите мне, что это связано с администрацией президента, открывайте гугл, читайте, что это за канал, как он связан с Маргаритой Симоньяной и так далее, и так далее. Ожидается, что уже к концу июля-началу августа прививочная кампания возьмется за подростков и детей столицы. Нет. Это не ожидается. Ожидается, что прививочная кампания возьмется за подростков к концу сентября. Накануне уже завершились испытания спутника Ви на первой группе подростков. Вот этого я не знал. Из 21 привитого в начале июня лишь у двоих была замечена температура, что значительно ниже, чем у взрослых. Инсайдер отмечает, что результат испытания оценивается хорошо. Ага, то есть вы провели испытание не на тысячах детей, а только на 21 ребенке. И говорите, что по этим данным мы должны судить о том, что вакцина безопасная. Это вообще каким нормам соответствует? Инсайдер отмечает, что результат испытаний оценивается хорошо. Сейчас дело вступает куда более важная часть опыта в социологическое. По словам инсайдера, в мэрии пока нет решения по юридическому оформлению принудительной вакцинации несовершеннолетних. Открытым языком говорят, мы не знаем, как это будет соответствовать, соотноситься с законом, но ваших детей мы будем колоть. Депздрав рассматривает меры недопуска непривитых учащихся к учебному процессу. Однако, как отмечает источник, социология такой меры показывает большие протестные риски, из-за чего поиск более элегантного решения пока продолжается. О как! Они будут искать более элегантные решения. Каково? Каково? Ну то есть смотрите, по логике, да? Предположим, у вас есть угроза, что непривитые граждане заразятся от своих детей и внуков. Много ли у нас непривитых граждан, как здесь сообщается в статье, по медицинским показаниям, то есть люди, у которых серьезные там онкологические или иммунные заболевания, аллергический спектр и так далее. Много ли таких людей? По официальной статистике их очень мало, потому что они запретили сейчас выдавать в большом количестве медицинские отводы. У тебя есть какие-то противопоказания, но бумажку об этом ты не получишь. Всех врачей-иммунологов, аллергологов специально отправили в отпуск. Ну такой, знаете, добровольно-принудительный отпуск для врачей. Поэтому официально таких людей очень мало. Значит, семьи, где непривитого по медицинским показаниям человека могут заразить дети, их очень мало, ну, например, 5%, каждый 20-й. Ребенок потенциально может заразить, ну, значит, по вашей логике, получается, именно таких детей, не больше 5%, и нужно вакцинировать. Ну, логично же получается. Далеко не каждый ребенок может заразить там своего там папу, маму, бабушку, дедушку. Вывод. Тогда ставьте вопрос о вакцинации вот этой узкой группы детей. От остальных руки уберите. Но нет, вопрос так не ставится. Вопрос ставится о стопроцентной иммунизации максимально широкой, максимально широкого числа групп граждан. Вот так вот, вот так вот. Сейчас вам еще найду замечательные информационные... Ну, ладно, дальше не буду искать, что я тут откладывал по теме коронавируса. Ну, вот последний. Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгея, Красноярском, Алтайском крае и Астраханской области. Вот почему именно эти регионы стали наиболее серьезным рассадником коронавируса сейчас? Адыгея, Красноярский край, ничего общего. Северные регионы, южные регионы, регионы с достаточной плотностью населения, как Кавказские республики, регионы, наоборот, с очень рассеянным населением, как там Ханты-Мансийский край или Красноярский край. Что общего между ними? Угробленная медицина. Главная проблема, почему коронавирус может распространяться по стране, по регионам, очень простая. Это разваленная Единой России медицина. Но за это ни с кого не спрашивают, за это никто не отвечает. С точки зрения властей, виноваты могут быть люди, которые не хотят вакцинироваться, блогеры, которые задают всякие вопросы. Вот я выложил вчера на свой канал ролик, где рассказывал про то, что к плечу магнитится, к месту прививки может магнититься металлические предметы. И я рассказывал об исследовании, которое вроде как пытается объяснить, в чем же дело. Дело в том, что в некоторых образцах вакцины вроде как обнаружены частицы графена, оксида графена. Графен – это такой необычный материал, состоящий из атомов углерода, который может образовывать тонкие слои или трубки, или даже шарики, тогда они называются фуллерены. Так вот, частицы графена обладают интересным свойством. Они токопроводящие. То есть они могут, в принципе, использоваться для создания каких-то устройств, сложных устройств. Наночастиц, нанороботов и так далее. То, что обнаружили исследователи, вообще никак не может объяснить какие-то там наночипы, слежения, блютуз-сигнал и так далее. Не может это объяснить. Я как раз об этом записал видео, о том, что вроде какая-то информация есть, но если мы ее проанализируем, если мы почитаем, что там комментаторы, какие предположения высказывают, становится понятно, что это откровенный бред. Это паника на ровном месте. Да, единственное, что мы можем запросить в этой ситуации, это независимое исследование образцов вакцин от разных производителей. Вот неизвестно, есть ли в российских вакцинах спутник, кови-вак, эпи-вак, какие-то такие же посторонние частицы. Вот сделать независимое какое-то классное исследование по этой теме, я думаю, это было бы очень круто и полезно и правильно. Все разговоры о том, что в этих вакцинах уже есть что-то, на мой взгляд, это очень преждевременно. На меня плелась тут же со всех сторон каша. Да вообще нет никакого эффекта, ничего к плечу не магнитится. С другой стороны, ты продался, ты должен был нам рассказать, как в нас вживляют чипы и вот так далее. Вот такие полярные мнения. Кто-то говорит, что вообще это не надо обсуждать. Значит, во-первых, людей, кто в это верит, их очень много. Обсуждать это надо. Опять же, я не говорю, что я какой-то там супер-медицинский эксперт. У меня есть образование, я учитель химии, учитель биологии. Как учитель химии у меня есть красный диплом. На что здесь стоит обратить внимание? Вот конкретно. По теме того, что некие предметы магнитятся к месту прививки. Мне прислали видео, в котором рассказывается, что еще три года назад это видео было сделано, как на шоу Первого канала делали фокус. Мужчина брал, прилепливал на себя различные металлические предметы и, таким образом, магнетизм человеческого тела. Оказывается, это старый известный трюк, это фокус, это все легко подделать. Слушайте, то, что магнетизм тела можно подделать, вовсе не значит, что все, кто сейчас об этом рассказывает, его тоже себе подделали. Обычно люди, которые рассказывают вот такие вещи, они считают себя апологетами здравого смысла, они считают себя приверженцами научного образа мышления. Но реально научного образа мышления у них нет от слова совсем. Почитайте для начала немножко историю науки. Почитайте об научных революциях и смене парадигмы в работах Куна, некоторых других авторов. Почитайте, почитайте, вам будет интересно. Сто лет назад, например, была открыта прекрасная, завораживающая радиация. Вот это был прорыв. Радиацию сразу сочли, что это лекарства от всех болезней. Стали продавать радиоактивную воду, как лекарство, которое спасет человечество от рака, от всего чего угодно. Только потом выяснилось, что наоборот, от радиации гораздо больше угроз для человека, особенно в таком необузданном виде, неподчиненного каким-то узким научным исследовательским и медицинским целям. Радиация – это опасная штука. Но поначалу это никто не понимал. Или, например, моя любимая история про химиков. Когда вы делаете эксперименты с органическими веществами, многие из них имеют жирорастворимую природу, и очень тяжело отмываются. Никакое мыло вам не поможет. Нужно использовать какие-то растворители. Вот очень хороший растворитель, который отлично смывает любую органику – это бензол. И в первой половине 20 века практически в любой лаборатории стояли прям банки, такие тазики с бензолом, где можно было и пробирки помыть, и колбы, и руки помыть. И только потом начали подмечать, что химики, которые вот именно с органикой работают, у них на руках образуется рак кожи, а потом уже расползается по остальному телу. И потом провели исследование. В самом деле бензол – сильнейший, опаснейший канцероген. Наши технологии очень часто опережают наши знания о них. Это может быть тоже пробный шар, может быть они пытаются людям вводить графен, и в качестве побочного эффекта возникают вот такие вот штуки. Я подчеркиваю, официальный представитель, эпидемиолог из центра Гамалеи, того самого, который разрабатывает спутник Ви, он официально дал комментарий по поводу примагничивания вещей к руке. Он не стал рассказывать, что это какие-то фейки, он сказал, да это нормальное явление, обычное явление. И мне кажется иногда, что люди, которые пытаются меня в чем-то переубить, переспорить, они просто хотят разрушить мою веру в человечество. Потому что они сами не глубоко погружаются в материал, а мне нужны как раз такие люди. У меня не хватает силы и времени, чтобы погружаться в каждую тему. Очень быстро меняется повестка внешнеполитическая, внутриполитическая, социологическая, демографическая, финансовая, экономическая, честные выборы, государственное управление. Я бы с удовольствием имел кучу советников, и по каждому вопросу с ними созванивался и совещался. Но даже если у вас есть, например, пять экономистов, каждый из них про кризис расскажет разное. Финансистов, каждый из них расскажет про обвал или взлет рубля, разное. Спросите пять эпидемиологов, и окажется, что они все думают и говорят по-разному. И это нормально. В современном мире это нормально. Потому что у всех разный уровень образования, разный уровень компетенций, разный уровень критического мышления. А кто-то вроде бы эпидемиолог, но занимается какой-то узкой специализацией. А кто-то эпидемиолог в другой узкой специализации. И они могут друг с другом совсем не договориться. И вот я учитель химии, я прекрасно знаю, что химик – органик, и химик – неорганик. Они вообще могут друг друга не понять. Например, в органической химии, вот химфак МГУ, он как бы по этажам. Каждый этаж отвечает за свою химию. За физическую, за аналитическую, за органическую, за неорганическую. И там даже есть такое давнее противостояние. Но оно как бы шуточное. В органической химии используется знаменитая валентность. А в неорганической химии она не нужна. Там нужна другая величина – степень окисления. Органики говорят, давайте отменяем нафиг вашу степень окисления. Неорганики говорят, наоборот, давайте отменяем нафиг вашу валентность. Казалось бы, и то химики, и все химики, они очень сильно друг от друга отличаются. Только человек, который никогда глубокого естественно-научного образования не получал, не понимает, насколько современной науке верить нельзя. К сожалению, это так. И то, что сейчас происходит вокруг коронавируса, это только лишнее подтверждение, лишний эпизод этого всего бардака, этого глубокого системного кризиса цивилизации, в котором мы оказались. Образование разрушено, и не только в России, во всем мире. Оно не производит, оно не воспроизводит того человеческого потенциала, который нужен цивилизации. Медицина, здравоохранение остановились 40 лет назад. Серьезных прорывов, главное, общедоступных, не происходит. То есть, конечно, есть какие-то там супер-пупер лекарства и так далее, и так далее. Но если у вас нет больших денег, если у вас нет связи, если у вас нет удачи, вы о них никогда не узнаете, не услышите, и они не коснутся вашего организма. Вот такая массовая медицина, и образование, и наука, они сейчас просто развалены. Нам это все предстоит создавать заново. Если у нас не получится, причем я говорю именно конкретно про Российскую Федерацию, если у нас возродить систему из кризиса, переродить систему, может быть, на новом уровне, в социализм и так далее, то наши внуки могут вполне вернуться в феодальную эпоху, а то и в каменный век, когда реально 5 классов школы – это их максимум. А дальше, ну, хочешь учиться по интернету из дома – учись. Не хочешь – не учись. Карьерные перспективы – никакие. Прогресс, развитие перспективы – никакие. Очень-очень все грустно, друзья. Единственный выход из ситуации – это объединяться и пытаться повлиять на ситуацию совместными усилиями, потому что работы очень много. Никакая отдельная там узкая группка людей коренным образом ситуацию не изменит. Да, в теории взять власть можно, но это только начало. Спасибо, дорогие мои, за просмотр. Длинный сегодня получился ролик. Специально вам в честь прихода выходных всех обнимаю, жму руки. Желаю всяческих успехов. Ставьте лайки, пишите комментарии. Завтра вечером планирую провести с вами все-таки наконец-то стрим, а то обещал, так и не провел. Спасибо, до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!